Причины не списания долгов, кредитов и займов через банкротство. Часто ли на практике суд не списывает долги? Так кто же такой добросовестный гражданин перед судом, с которого суд спишет все долги? Причины не списания долгов, кредитов и займов через банкротство. Вся правда от арбитражного управляющего. Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц. Очень много завершенных дел по всей России, также обучая юристов. Итак, сразу к делу. Суд списывает с вас долги не в момент признания вас банкротом, когда суд вынес решение, а в момент завершения процедуры, в дату судебного заседания, когда суд рассматривает отчет финансового управляющего. Простым языком, в дату последнего суда. А это, как правило, плюс-минус 8-12 месяцев с момента подачи документов в суд. Это говорит закон, статья 213.28 закона о банкротстве. Так может ли суд не списать долги при завершении процедуры банкротства? Именно в ту дату последнего суда. Да, может. И я говорю правду, как оно есть. И в этом видео я разберу, в каких случаях и при каких обстоятельствах суд может не списать с вас долги. Досмотрите это видео до конца. А если вам будет полезно, не забудьте меня поддержать, отблагодарить, поставить лайк этому видео. Это можно сделать и после просмотра. Давайте начнем с того, на каком основании суд может не списать долги. Опять же, это закон о банкротстве, пункт 4 статьи 213.28 закона о банкротстве. И статья 10 гражданского кодекса, это злоупотребление правом. Применив эти основания, суд может при завершении процедуры не применить правила об освобождении от долгов. Простым языком, вы можете остаться с долгами. Что это может быть? К примеру, вы оформляли кредиты по поддельным документам. Вы не предоставили сведения финансовому управляющему, когда уже шла процедура, или арбитражному суду, хотя могли предоставить эти сведения. К примеру, информацию о вашем имуществе и где оно хранится. Или информацию о ваших доходах. Или же, когда будет доказана ваша недобросовестность. К примеру, при взятии кредитов, вы набирали кредиты, будучи уволенным с работы, не имея никакого источника дохода, а чем отдавать неизвестно. Или же вы набрали кредитов и злонамеренно, умышленно не хотели их возвращать. Так вот, при таких обстоятельствах суд может, ключевое слово, может не освободить вас от долгов. Чуть позже я расскажу про примеры из практики, когда суд не списал долги. При каких обстоятельствах. Часто ли на практике суд не списывает долги? На самом деле, скажу честно, и для вас это жирный плюс, это происходит крайне редко. Когда суд завершает процедуру и не освобождает гражданина от долгов. И суд не списывает долги, как правило, когда об этом заявляет кредитор в деле о банкротстве. Предположим, банк подает заявление о неосвобождении вас от долгов, когда идет процедура или при завершении процедуры. И доказывает, ключевое слово, доказывает, кредитор должен доказать обстоятельства из пункта 4 статьи 213.28 закона о банкротстве. Предположим, что вы предоставили недостоверные сведения кредитору. Или же кредитор доказывает, что вы злоупотребили право. И просит суд применить статью 10 гражданского кодекса и не списать с вас долги. И важно, что даже если кредитор подает заявление о не списании с вас долга, это еще не значит, что суд с вас долги не спишет. И таких случаев масса. Многие кредиторы на бум автоматом подают заявление о неосвобождении гражданина от долгов. На практике сейчас это имеет место быть. Но во многих случаях суд завершает процедуру и от долгов гражданина освобождает. Чуть позже я расскажу вам, что делать еще до банкротства, чтобы суд списал с вас долги. А пока примеры из практики, когда суд не освободил гражданина банкрота от долгов. Первый пример. Кредитор был физическое лицо, дал ранее займ банкроту. Банкрот не сделал ни одного платежа. И по итогу суду не доказал, за счет чего он планировал погашать эти платежи. А размер жемечных платежей был в районе 90 тысяч рублей. Плюс кредитор очень активно вел себя в процедуре. Представлял в суду скриншоты из социальных сетей о том, что банкрот продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность. Продает те или иные продукты. Хотя денег в конкурсной массе ноль и официально должник ничего не получает. Также бывший супруг должника банкрота при самом разгаре процедуры банкротства погасил требования другого кредитора, требования Сбербанка. А требование физического лица как было не погашенным, нулевым, так и осталось. При завершении процедуры суд от долгов данного банкрота не освободил. Второй пример это когда кредитор доказал, что банкрот предоставил недостоверное сведение при оформлении кредита. При завершении процедуры суд с данного банкрота 2,5 миллиона списал, а 40 тысяч рублей не списал, так как ранее кредитор заявил о неосвобождении банкрота от этого долга и доказал, что банкрот предоставил недостоверное сведение. Что делать должнику, чтобы суд точно списал долги? Анализировать вашу добросовестность еще до подачи документов в суд. Анализировать, куда вы потратили кредитные деньги, чем вы планировали погашать, были ли у вас доходы официальные или неофициальные. Почему вы перестали платить, какая причина, делали ли вы платежи, когда у вас была такая возможность и так далее и тому подобное. Это как раз и должен делать юрист, юрист по банкротству. Анализировать все обстоятельства дела еще до подачи документов в суд. Мои юристы еще до подачи документов в суд анализируют добросовестность и все обстоятельства дела по каждому клиенту. Чем я могу быть для вас полезна, чем я могу помочь? Но для начала, если у вас остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментарии под этим видео. А также, если вы хотите получить ответ на свой вопрос в прямом эфире от меня, я провожу каждую среду в 12.00 по Москве прямой эфир на ютубе для своих подписчиков. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Так чем же я могу вам помочь? Во-первых, я провожу процедуру банкротства под ключ до результата по всей России. Успешно работаю своей командой уже 5 лет. Поэтому, если вам нужна бесплатная консультация, подходит ли вам банкротство или нет, или же уже нужна помощь в проведении процедуры, контакты в описании или на сайте katriava.ru. Консультация бесплатная для тех, кто еще не в процедуре и не работает с юристами. Во-вторых, я обучаю юристов или повышаю квалификацию действующих банкротных юристов, чтобы вы могли зарабатывать больше на банкротстве физических лиц за счет привлечения клиентов, за счет личного бренда, за счет продажи услуги, за счет сложных дел, помогая людям при этом списать долги. Опять же, подробности под этим видео или на моем сайте katriava.ru. Ну и в-третьих, если вы хотите понять, что такое банкротство, проверить юристов, разобраться в каких-то нюансах, рекомендую вам приобрести мои лекции по самостоятельному банкротству или банкротству от А до Я за 990 рублей. Все ссылки под этим видео или на сайте katriava.ru. Ты кто же такой добросовестный гражданин перед судом, с которого суд спишет все долги? Это тот гражданин, чтобы у вас было понимание, который, когда брал кредиты, имел возможность платить по своим обязательствам. Когда гражданин перестал платить кредиты, была на то причина, от него независящая мера увольнения, сокращения, что-то случилось со здоровьем или со здоровьем близких. Что гражданин, когда брал ранние обязательства, он их надлежащим образом исполнял. Это тоже жирный плюс для суда, если возникнет вопрос о вашей добросовестности. Что вы нагло не выводили активы в преддверии банкротства. Что вы пытались платить ваши обязательства, даже если у вас мало платежей. И так далее, и тому подобное. Опять же, рекомендую все-таки, если у вас есть сомнения в вашей добросовестности, обратиться ко мне, к моей команде и получить консультацию. Подходит вам банкротство или нет? А также будьте бдительны. На рынке много непрофессиональных юристов по банкротству. Есть, конечно, много и классных спецов. Что юристы такого делают, что ведут себя непрофессионально? Они берут на услуги по банкротству всех подряд. Не проверяют добросовестность. Не предупреждают клиента о совместно нажитом имуществе, что это имущество в деле о банкротстве будет продаваться. Обещают в процедуре банкротства сохранить имущество. Что невозможно сделать. И таких случаев много. Я лишь привожу примеры. И обращений ко мне поступает так же много от действующих банкротов, которые уже находятся в процедуре. И которым уже нельзя помочь в их пользу решить вопрос. Потому что им наобещали золотые горы. Они согласились на банкротство. А в процедуре финансовый управляющий стал делать совершенно иные вещи. А юристы не выходят на связь. Поэтому будьте бдительны. И знайте, что да, цель потребительского банкротства это чтобы вы освободились от долгов. Но суд на сегодняшний день, на практике, учитывает вашу добросовестность. И тем более это будет важно, если ваш кредитор подаст заявление о неосвобождении вас от долгов. И на сегодняшний день это происходит все чаще и чаще. Хочу подвести итоги по этой теме. Не нужно бояться банкротства. Не нужно бояться, что суд не спишет с вас долги. Нужно лишь грамотно подойти к решению вашего вопроса в списании долгов через банкротство. И обратиться к тем экспертам, которые давно работают в сфере банкротства и которые много завершили дел. Мы же, когда у нас болит зуб или заболел кот, едем к специалистам, так и вы не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к профессионалам. Благодарю за просмотр этого видео. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok